Уважаемые коллеги, всем день добрый. Прошу прощения за небольшую задержку. Наверное, попробую углубиться в сегодняшнюю тематику данной конференции для растения для городской среды. От общего все-таки к частному перейти. И в первую очередь, вообще хотелось бы понять, а куда мы предлагаем выселить растения в ту самую городскую среду. Потому что мы сегодня слышали много докладов о конкретных коллекциях, которые действительно красивые, замечательные, но все-таки хотелось бы не просто понять, в какие условия мы сажаем растения. Не просто, какие мы растения можем посадить, но еще и куда. Непосредственно в конкретном ландшафте, в конкретном месте. Городское пространство – это, в общем-то, достаточно жесткая среда для многолетних травянистых растений. Ну вот здесь одна из фотографий из интернета взятая, где на день города было событие, да, и даже на Дворцовой площади был сделан газон, но понятно, что без полива, без того, без сего все достаточно было быстро. Что я подразумеваю под этой жесткой средой? Растения в городе подвергаются не только ветру, не только излишним или недостатку влаги, но и использование реагентов, и вероятность вытаптывания, и работа спецтехники, и засыпка с прессованным снегом. Самое главное, наверное, после того, как мы все это посадили, у нас достаточно ограниченный уход. Полив не систематически, прополка, рыхление по возможности, ну и, в общем-то, все остальное тоже. И практическое, наверное, игнорирование, использование удобрений. То есть то, что садовники посадили при, засыпали при посадке, этим, в общем-то, казалось бы, на этом надо остановиться. На самом деле, я всегда говорил, что 99% успеха выращивания растений это посадка, но все равно остается процент, который дает возможность нам варьировать, улучшать среду обитания или что-то с этим еще делать. Выбираем место, под которое мы могли бы использовать для растений. Во-первых, мы, конечно же, не будем высаживать растения в чистом поле, кроме крупных древесных растений, наверное, а все-таки мы должны вычислить те зоны, которые можно использовать именно под многолетники. Не огромные территории, а какие-то конкретные локации. И, собственно говоря, вот эта фотография, сделанная почти 10 лет назад в Японии, где на склонах теневых высажены ирисы местные. в общем-то дают почву для размышлений. Какие растения и в каких местах могут пребывать, и какие растения группы мы определяем для городской среды. Конечно же, цветение не должно провоцировать вандализм. То есть, с одной стороны, они могут быть цветущими, но не должно быть повода собрать из них букет. Если у вас пионы растут где-то в клумбе, где рядом много людей проходит, это одна история, а где иногда клумба находится в парке на ошибе, соответственно, она вся будет оборвана и, в общем-то, итог будет печален. Краткосрочность цветения может быть компенсирована окраской листвы и черешков в различные сезоны года. Нам уже сегодня показывали остильбы, которые ранние весенние красивые, осенью красивые и летом в течение цветения тоже. Растения, которые быстро занимают собой заданные территории, то есть довольно быстро расползаются, но при этом не становятся агрессивными, они не убегают так, чтобы попасть в наши черные книги. Ну и возвращаясь к игротехнике, к применению удобрения, я бы сказал так, что дали им, то они и съели. То есть вот им минимальное удобрение посыпали в самом начале и дай бог им этого, в общем-то, может и быть достаточно. Поэтому я предлагаю рассмотреть, наверное, растения, те, которые могут быть, во-первых, в теневых участках, растения, которые могут быть по различным водным пространствам, прибрежным, каким-то оврагом, то есть достаточно сложные для ландшафтника территории с точки зрения озеленения городской и какой-то пригородной среды. Мало того, зоны, если мы берем теневые части подлеска, лесов, когда мы имеем уже устоявшийся субстрат, то есть листовой, достаточно рыхлый, то есть это тоже нам дает возможность использовать какие-то конкретные группы растений. Ну, во-первых, все-таки буквально вскользь остановимся на открытых пространствах и вот здесь я бы сказал так, что мы в коллекции гонимся за красиво цветущими, допустим, группой химерокалисов. Цветки крупные, мощные, особенно последняя американская селекция, которая дает возможность в наших условиях появления одного, двух, трех цветков, прекрасная, замечательная, но не забываем, что это красоднев. Он ярко полыхнул, отцвел и на этом все забылось. А вот наши старые видовые растения, российские растения, как химерокалис рыжий, как химерокалис медендорфа, как химерокалис желтый, они дают достаточно быстрый набор массы. Первый дает несколько десятков столонов и даже заняв определенную территорию, в общем-то год-два и у вас плотная посадка, в которой даже никакой сорняк не пролезет. С медендорфа и с желтым в общем-то та же самая история, но они более компактны, тем не менее при большей плотности посадок мы можем получить достаточно яркое, довольно долго цветущее пятно и с минимальным уходом. Наверное, лучшей группой для теневых участков, конечно, могут стать папоротники. они сейчас в наших садах городских практически не используются от слова совсем. Однако, если учесть, что сейчас в современном мире все идет на экологическое развитие, на эко-туризм, эко-эко-эко, везде мы пытаемся воссоздать те или иные участки с растительностью, которые в наших лесах присутствуют, то папоротники здесь, конечно, в первую очередь. Но, наверное, такой уникальный папоротник Диплазиум Сибирикум, который создает плотную куртину, через которую буквально через несколько лет после разрастания вообще не пробивается никакой сорняк, яркая, зеленая, изящная листва весенне-летний период, и бронзовые, отливые, в общем, прекрасные осенью. Еще два папоротника, которые также занимают, допустим, достаточно быстро, разрастаются достаточно быстро и являются не самыми высокими. Мы можем говорить, но я могу сказать, что в нашем саду прекраснейшим образом до сих пор сорнячет и классический у нас щитовник мужской и пчедыжник женский, который создают почки, после которых ни газон не скосить ничего, не убрать лишнюю траву. Чем хороши эти растения, в том числе это то, что осенью вам не обязательно даже убирать листво, то есть она опала, она завяла, она разложилась и, в общем-то, исчезла. Еще два дриоптериса. Первый, феликс-масс, это крестатная форма, которая достаточно неплохо набирает массу, тоже высотой примерно 20-35 сантиметров, эффектная, красивая, плотная. Второй же, почему очень хотелось бы о нем сказать, это тот сорт криспа, который, вот видите, на заднем плане уже хвосты все засохли, то есть это конец октября месяца, а растение абсолютно зеленое, то есть он дает возможность продолжить нашу с вами историю летом. Ну и всем известное растение страусник, казалось бы, довольно банальное, но не знаю, как в Москве, в Петербурге последние лет 10-15 его активно используют на приусадебных участках, в городской теневой среде почему-то его до сих пор нету. Но для Петербурга золотая осень, отсутствие солнечных дней с такими вот яркими красками это дает довольно красивый хороший эффект. Опять же, эти растения пересеваются, эти растения, тот же страусник прекрасно расползает со столонами и, в общем-то, достаточно быстро и агрессивно забирает те или иные территории. Однако, если есть дорожка, тропинка, никуда он не перепрыгивает, ничего не убегает, то есть достаточно подконтрольное растение. Ну и в последнее время очень активно в озеленении используются атириумы различные, в том числе японский, который имеет уже довольно большое количество сортов, культиваров и металлика, и многие другие, которые играть можно разными, можно разным цветом передавать, в общем-то, какие-то те или иные контрасты. Как итог, для этой группы растение сохраняет высокую декоративность на протяжении практически всего вегетационного сезона, образует плотную куртину, что предотвращает активное развитие сорняков, при благоприятных условиях достаточно быстро захватывает всю отведенную им территорию и многие в осенний период выигрышно смотрятся за счет расцвечивания листьев. Еще одна группа растений, которая тоже прекрасно каждому садоводу известна, но мало кто знает те или иные нюансы. Мы говорили, что для городской среды нужны растения, которые быстро занимают некие объемы. Есть несколько видовых кост, как то клавата, венустри, минер, которые прекрасно расползаются, которые создают прекрасные кочки, которые занимают довольно хорошее пространство, не агрессивничают, но достаточно быстрые. То есть при средней плотности посадки за 2-3 года вы получаете достаточно плотную куртину или цветник. Если используются на их основе сорта цветные, то соответственно мы получаем тоже дополнительный эффект. Здесь надо еще сказать, что часть кост мы можем рассматривать те, которые быстро растут и расползают это одна история, а вторая история, когда листовые пластины расположены более горизонтально, то есть растения мы сажаем меньше, а эффект получается тот же самый, то есть зрительно объем земли в общем-то убирается из вида равномерно, равносильно. Ну вот как раз таки два, две противоположности. Один из самых быстро растущих сортов более метра высоты, метр шестьдесят иногда расползаются в ширину. Фотографии из интернета взятые с сайта хост, энциклопедии хост, ну или второй, вторая хоста на основе и зибольда, которая тоже быстро набирает массу, но все-таки создает такой вертикальный объем. Ну и конечно же еще несколько видов, которые токудама уже не признается отдельным видом, но считается, что это гибридное происхождение имеет, тем не менее, тоже достаточно быстро расползается. Рептифолия сорт создает довольно плотные куртины и достаточно быстро разбегается. Ну и элонцифолия тоже, в общем-то, бежит в разные стороны, прекрасно, особо ничем не болеет, создает хорошие, замечательные куртины. Ну и чтобы показать примеры, это вот примеры наших петербургских пригородов, Ломоносова, Пушкина и прочих, где хосты в общем-то и в советские годы, и в современное время довольно активно используются. Но используются в основном все-таки крупные, крупнолистные хосты, которые нарастают многие годы, тем не менее, они как отдельные монокультуры используются, так и в миксах, как и обсадочные вокруг камней и прочее, прочее. То есть, в принципе, растения можно поделить, наверное, их использование на несколько таких локаций. С одной стороны, это монокультуры на светлых территориях либо вдоль дорожек, либо вдоль водных пространств. Это обсадочные культуры в тени вокруг каких-либо композиций. Это использование на светлых пространствах миксбордерах. И, конечно, это классические теневые участки, где необходимо заменить то, что имеет в данный момент быть. Для Петербурга, не знаю, как для Москвы, наверное, одним из страшных считается сорняков это сныть. Но даже у той же сныти есть прекрасные в старых садах стали высаживать пестролистные формы, которые достаточно ярко подсвечивают подлесок и, в общем-то, не сказать, что это не имеет права на существование. То есть, то же самое могут быть такие вот созданы группы. Спасибо. Спасибо. .